МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Выники работы и дальнейшие планы. Сегодня отбылась справоздачно-выборная конференция областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму. Великой семье просторный дом. Будовать жилье с наступного года можно будет за семейный капитал. Увага и клопот к каждому детяте. Доброчная акция «Наши дети» прошла в областной детящей больнице медицинской реабилитации. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Михаил Жукевич, перво выбранный на посаду старшине Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму. Такое решение приняли и делегаты 23-й справоздачно-выборной конференции, которая сегодня прошла в Гомеле. Наши корреспонденты подекавились озробленным и планами на будущее. Справоздачно-выборная кампания – лепший час для деталевого анализа проведенной работы и удокладнения задач на наступный пятигодовый период. От громадского объединения, неколевядомого головным чином организации туристичных взлетов и уручением новогодних подарунков, профсоюзы перешли до гаранта социальной обороны работающих. По инициативе Федерации профсоюзов внесено очень много изменений в Трудовой кодекс. Во всех организациях действуют коллективные договоры, которые улучшают положение наших работников. Осуществляется контроль по вопросам охраны труда, просто занимается оздоровлением и многим-многим другим. Только одна личба. За справоздачный период юристы областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму вернули работникам коля 250 тысяч рублей, которые были незаконно получены наимальниками. Даже сейчас профсоюзы видят свою задачу в сохранении уровня зарплаты при переходе на новую систему оплаты працы. Миноваты по инициативе профсоюзов завтра в Минску пройдут шматбаковые консультации на эту тему с представниками Министерства працы. Что касается больше долготерминовых задач, это охова працы и профилактика вытворшего травматизма, социальная поддержка молодых специалистов, оказание адресной допомоги ветеранам працы, популяризация здорового хала до життя. Пришим займаться этими питаниями у наступный справоздачный период у многих первичках будут новые кадры. Прошла отчетно-выборная кампания, у нас где-то порядка 27% сменяемость в первичных организациях, где-то порядка 65%. И причем в основном пришли люди, которым 35-38 годов. То есть люди до сегодняшнего дня видят в профсоюзах реальную силу, социальную защиту свою. Олег Сентюров, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине протягиваются святошные мероприемцы, промеркованные до дня энергетика. Сегодня у РУП «Гомель Энерго» узнагородили працевников, которые унесли значный уклад в развитие галины. Причем ушанованием только работников не обмежавались. Под обязанностей в материале наших корреспондентов. Своим профессийным святом энергетики вельми гонорация. По-перше, ГТШ – одна подстава по 200 вынеки прасы. А по-другое, макчымось подтвердить высокий статус профессии у громадстве. По словах самих энергетиков, мы им княмся працавать добра и у нас шмат шага отрымливается. Причем, гэта не только вытворшие поспехи. На переды дни свята у «Гомель Энерго» у треть раз провели конкурс дзятячих малюнков. И у першыню – дзятячих вырабал. Тема одна – откуль берутся святло и тепло. Самым маленьким удельником стал двугадовый Богдан Агапау, який разом с матем представил работу, энергетики спешаются на допомогу. Знакомые предложили принять участие. Вот мы подумали, что можно сделать. Сделали подделку из пластилина. Ему было очень неинтересно делать столбы, провода. Он все время спрашивал, мама, что это? Мама, что это? Поэтому ему было очень интересно. Фантазию удельника у конкурсу никто не обмяжовывал, а у тому вырабы отрымалися настолько разностаинными. Во усилляком выпадку перша у свете – электрификованная хата бабы Яги. У выконанной навученки 38-й гомельской школы Софии Яроцкой ранее нигде не демонстровалось. Журы полечила, что эта работа достойна гран-при. Я хожу на кружок, и там я сделала вот такой домик. И нам с мамой в голову пришла идея сделать такой вот домик там, где живет современная баба Яга. Дипломы пероможцев и подарунки. Что было у пакетах, журналисты не цикавились. Але наибольш малые удельники трымали их с тяжкостью. Вельми верагодно, что для некого зудельников конкурсу эти узнагороды станут первыми отриманными у Гомель-Энерго. Особливо, коли праздники час я не станут працовать у Галине. Своих работников тут саправды ценить. Только в этом году на Гомельшине узнагороддели больше, как 500 супрацовников региональной энергосистемы. Уважаемые коллеги, ветераны энергетики, от всей души поздравляю с наступающим праздником, Днем энергетика. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи, безаварийной работы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель. За семейный капитал с наступного года можно будет будовать жилье. Шмадетные семьи, которые имеют потребу по ляпшению жильевых умов и стоять на ответственному лику, смогут детерминовать користаться капиталом. Одна из причин, по которой они часто не сгаджаются на жильевое будовательство, отсутность сроков на погашение кредиту на так званые лишние метры. Зараз на этой мете можно будет тратить семейный капитал. Таким шином, колькость шмадетных семей, которые ранее не могли вырошить жильевые питания, повинно снизиться. Летость для этой категории грамадзян побудовали омаль тысячу восемьсот кватер. Все лето свыше двух тысяч. Столько ж плануется и в наступном годе. На сегодняшний день у нас из пяти тысяч двухсот нуждаются в улучшении жилищных условий, улучшают жилищные условия две тысячи шестьсот, две тысячи семьсот не улучшают пока жилищные условия, по такому тысячу триста сорок шесть примерно отказываются. Цифра эта меняется, она плавающая, потому что условия разные. Значит, остальные будут включены в следующем году желающих очень уже практически всех многодетных семей во всех районах попросили. Некоторых не устраивает район. Но я думаю, что одна из причин самая главная, которая сегодня недостаток финансовых средств, она с первого января должна решиться, потому что вступит в силу указ триста сорок пятый, который в сентябре принят президентом, по разрешении использования семейного капитала досрочно. На початку 2020-го новоселами дома на Гомельской улице Оськина станет шмодетная семья Балдовских. Вольга до решения шакала, что от момента постановки на улик до пропановок квартиры пройдет так мало часу. И она так само сподяется на семейный капитал. Кредитных сроков на весь кошел жилья не хопить. Предложили несколько вариантов. Ей был выбор, из чего выбрать. И мы выбрали этот дом наш, потому что мы вообще сами живем на Мобелеце, любим наш район. И поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Шмат поверховки для шмадетных будуются в Гомеле и кожным райцентры. У сельской мясовости есть вариант, полевший жильевые умовы не только шляхом индивидуального будовництва, а и покупкой нерухомости на другосном рынке. Пропрацовывается питание и предоставление жилья с фонду коммунальной майомости. Шмадетные семьи сельских населенных пунктов могут удельничать в будовництве кватер в райцентрах. Подробесный репортаж Школа спортивного волонтера, мобильный додаток «Стоп-инсульт», утро гуковая ванна и компьютерные гульни. В Гомельском технопарке прошел областный этап конкурса «100 идей для Беларуси». Молодь представила жюри 30 авторских распроцовок. С ними ознайомилась Ганна Корольчук. Девятый сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» наближается до финала. В четырех этапах приняли удел 60 проектов, половозь которых прошли на областный уровень. Работы на конкурс принимали по разных направлениях, сродо технические и социально-экономичные распроцовки. Больше за все идей у ученев профессийно-технического колледжа электротехники. Они представили ультрахуковую ванну, мини-фрезерный станок, аппарат для кропковой сварки и разумную теплицу, которая працует от солнечной батареи. Хлопцы с Гомельского вагонного депо придумали, как спростить и в три разы поскорить проверку коловых пар при ремонте. Один из самых ведомых проектов хутор Мебиуса Алексея Зайцева, который помогает фермеру отдаленно контролировать рост раджа с допомогой гаджетов. Алексей так само автор информационного портала Пляцовка Бай и куратор проекта Разумная школа. Больше за все уваги притягнула Шиншила, напарник учня 19-й школы Ивана Чушуна, який презентовал свою школу магии и червенитства. Йон организует бесплатные факультативные занятки по майстерстве фокусов. Суть раскрытия потенциала детей, потому что это еще не совсем сформированная личность и немного видоизменять ее полегче. Обучение детей публичным выступлением, умением говорить, потому что это самое важное в нашей жизни, в современном обществе. И просто быть сильной личностью. Я просто проделывал долгий путь, к этому шел через тернии к звездам и хочу, чтобы моим будущим преемникам было гораздо проще это сделать. Кожен из конкурсантов подрихтовал бизнес-план и презентацию по реализации проекта. На протягу трех хвилин удельники обороняли инициативы перед журой. Ключевой кропкой мероприемства стал открытый диалог на тему молодць у навуцей бизнеса, подчас якого молодые науковцы и винаходники обмерковывали с экспертами питание развития молодежной навуки в Гомельской области. Именно этот проект дает возможность найти новых ребят, ученых, рационализаторов, которые предлагают на самом деле реальные классные идеи. Может быть она где-то еще и не доработана. Может она поэтому конкурс называется «Идеи». Самое главное для нас это найти идею. А дальше уже даем возможность этому проекту развиваться. Это гранты, которые выделяются ежегодно на реализацию тех или иных проектов. И наверное самое классное то, что проекты эти реализовываются. По выниках выступления конкурсантов жюри вызначить коля 10 самых перспективных идей, которые в студии не представят нашу область на финале в Минске. Ганна Корольчук, Яуган Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Час новогодних судов и добрых справ. Активистки региональной организации Белорусского союза Жан-Чин наведали пациентов в Гомельской областной детяшей больницы медицинской реабилитации. Передколядная встреча прошла в рамках республиканской доброчной акции «Наши дети». А чужих для этих женщин и не бывает, что год они наведывают медустанову на передни новогодних святов, как поднимать веру в суд у маленьких пациентов. У год больше за 5 тысяч детей из уся региона проходят тут реабилитацию. Некоторые вымушены проводить во установе святошные зимовые дни. Мы решили свою акцию начать именно в этом учреждении именно с тех деток, которые сегодня больше всего нуждаются в нашей заботе и которым более всего хочется доставить радость в эти новогодние дни. Для узнятия духу и позитивного настроя казашный спектакль. Постановку подрихтовали волонтеры Гомельского медицинского колеча. Наприконце выступления детей шакал еще один сюрприз, солодкие подарунки. Пятера дачок увез в Сыклимавка такая колька с дятей только у семьи Тратяковых. Сегодня и они все разом пришли в сельскую библиотеку как стать голодными гостями свята организованного миновита для их. С подарунками и веншаваниями дружную шмодетную семью чекало керавництво областного отделения фонду миру, представники улады Гомельского района, Дед Мороз со Снягуркой казашные персонажи. Душевное мероприемство наведали и наши корреспонденты. До уваги Тратяковы не вельми привыкли, а тут с початку фотографы просили позировать для святочных дымков, потом наши бригады с камерой, затем начались подарунки с веншаваниями. Усе дети, каждый из них по святочному опранутой подрыхтовали верши, поливались, как не запнуться, а лет дарма, рассказали на одном дыхании. Вот и праздник Дед Мороз столько нам всего привез, хороши подарки наши, возле елочки попляшем и поводим в хоровод лучший праздник Новый год. Умничка, молодец. Господыня Вероника стиплая пешчетная, а знака заимотеринства от державы орден мати. И вот такие мероприемства, для них хотя бы невеликий отпочинок от бесконцых от них клопотов. Алиса расскажет, стало легче и старайшие дети допомагают. За сёмом, усмехается батька Иван, не сбираются, треба гэтых вырастить. Ну как бы уже, наверное, да, я думаю. Ну, меньше или больше хотят, Надо сейчас уже о учёбе думать, уже как бы другие планы, дети растут, надо учиться, надо как-то в жизни определяться. После весёлой частки свята с Дедом Морозом, с Нягуркой, мультипликационными персонажами, свинкой Пепой и Миньонами час веншавання. От керовництва областного отделения фонду «Миру» на приклад скрынки с прусмаками и сертификат на 100 рублей. И пожадание детям радовать Матулю и Тату, батькам, сил, терпения и здоровья. Мы хотим, чтобы вы именно были прекрасными детьми, рубили своих родителей и чтобы они радовались вас. Вот это вам наше новогоднее пожелание и поздравление. Новогоднее мероприемство, якея проводится региональный фонд «Миру» протягиваются. Завтра его керовництва отправится у Шачерск, а на наступном тыне международные ёлки «Миру» пройдусь у Калинковицком районе и у Гомили. Або в эти дни каждая дитя поверила, что отсюда обовязково здираются. Марина Джала и Огенек Ухаронок Валерий Гапанько телерадио компания «Гомель». Температурные рекорды на переддни побиты в многих городах Беларуси. У Гомили поветро прогрелось до 6,8 градуса тепла. Попередний рекорд плюс 6,5 градусов был зафиксованный в 1989 году. Аномально тепло было так само у столицы, широку областных и районных центров. Утрымался рекорд 1937 года у Василевичах, коли было больше, как 8 градусов тепла. Учора слупок термометра показал плюс 7,9 градуса. До конца этого тыня характер на двор ей истотно не изменится. В нашем регионе будет в облашне с прояснениями и без истотных опадков. В особенных районах чекается туман. Ветер прогнозуется заходный 4,9 с порывами до 14 метров за секунду. У нас будет до 5 с плюсом в день по ветру максимально прогреется до 8 градусов тепла. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуске завершенный. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомельском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку дизельного топлива. На улице Шоссейной в Кореневке был остановлен автомобиль «Фиат» под управлением гомельчанина. При осмотре транспортного средства в салоне и багажнике были обнаружены 13 канистр в которых находилось 260 литров дизельного топлива. Горючее изъято, проводится проверка. В Рогачеве местный житель повредил самодельную архитектурную форму на глазах у хозяйки. Муж и женщин установил возле дома две скульптуры мифических персонажей. Одной из них злоумышленник оторвал лапу. Сначала незнакомец постучал в дверь к хозяевам и сказал, что ему нужна лапа кентавра. А потом, невзирая на их запрет, пошел на улицу и взял то, что хотел. Оторвал скульптуре конечность. Женщина вызвала милицию возбудили уголовное дело. Автор мифических скульптур вырезал их из пеногазосиликатных блоков, раскрасил и установил возле своего дома для красоты. Видимо, кто-то этого не понял. Без травм закончилась операция по спасению ребенка, рука которого застряла между секциями чугунной батареи. Инцидент случился в Гомеле накануне. Мальчик просунул руку в узкое пространство между секциями отопительной батареи и по локоть оказался в ловушке. Родители не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей. Те воспользовались специальным шансовым инструментом и высвободили мальчика из плена. Все закончилось хорошо, помощь медиков не понадобилась. Верещица по причине нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования случился пожар в квартире. Возгорание произошло в жилом доме на улице строителей. Огнем повреждены стены и имущество в одной из комнат. Пострадавших нет. В преддверии новогодних праздников работники МЧС еще раз обращают внимание людей на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Дерби в полуфинале состоялись ответные поединки 1-4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. В следующей стадии сыграют обе гомельские дружины. В РЗ после крупной домашней виктории на Динамо БМТУ в первом матче противостояния на выезде позволил себе расслабиться и сыграл в ничью 2-2. У вагоностроителей отличались Матвиенко и Клочко, у студентов Новский и Семенюк. У БЧ задача была сложнее. В гомеле железнодорожники с охраной Динамо сыграли в ничью 2-2. К перерыву ответного поединка в столице на табло горели такие же цифры. Во втором тайме подопечная Дмитрия Камека отправили в ворота соперника три безответных мяча и получили путевку в полуфинал. На этой стадии жребий свел железнодорожников с ВРЗ. Первый поединок гомельского полуфинального дерби пройдет в воскресенье 22 декабря ответный в среду 25-го. Таким образом, в финале Кубка Беларуси точно сыграет одна из гомельских команд. Напомню, что главный матч турнира пройдет 5 января именно в нашем областном центре. Вторую полуфинальную пару составили «Столица» и «Оршанский Витен». Мужской гонбольный гомель также близок к полуфиналу Кубка Беларуси в первом поединке 1-4. Финала подопечные Сергея Цыганкова в гостях были сильнее столичного «Витязя» 36-32. Ответный матч пройдет завтра на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта начала 18-0-0. Сильнейшие боксеры студенты собрались в гомеле на ринге областного цора и единобор стартовала Республиканская универсиада. За награды борются команды 22-х белорусских вузов среди фаворитов и сборная Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. В минувшем году гомельчане взяли командное серебро. Студенты этого вуза выступят во всех весовых категориях. Отмечу, что полную команду кроме ГГУ выставили еще пять учебных заведений. Республиканская универсиада по боксу один из главных этапов отбора на чемпионат мира среди студентов, который пройдет в начале осени 2020 года. В 2019-м белорусы удачно съездили на мировой форум. Завоевана пять наград, одна из которых золотая. Чемпионом мира стал Дмитрий Асанов. Количество участников растет с каждым годом и больше ста участников. Нет такого явного лидера, который мог бы сейчас сказать, что они там фавориты и так далее. То есть борьба будет и борьба будет очень интересной. Поэтому это будет и специалистам интересно посмотреть, как в плане перспективности боксера, так и в плане борьбы за командное место. Финальные поединки Республиканской универсиады состоятся 21 декабря. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова